Бог специально всевозможные ситуации, всевозможные обстоятельства помещает в нашей жизни, потому что именно благодаря потрясениям у нас есть какая-то вот стимул идти выше, подниматься дальше. Я вам хочу сказать, знаете, сегодня очень сложное время, оно не простое время, но такое ощущение, словно само это время толкает нас к большей зрелости во Христе Иисусе. Я знаю, что многие проходят через сложные и непростые периоды в своей жизни, но всегда помни, что в нашей жизни ничего не возникает случайно. Я вот даже вот недавно голову разбил, тоже вот думаю, Господи, почему Ты такое допустил в моей жизни? Что так произошло? Для чего это было? Потому что я отлично понимаю, Бог ничего не допускает случайно. Ничего не происходит в нашей жизни просто так, потому что каждая, даже боль, даже сложность, даже какая-то проблема в нашей жизни, это определенный толчок для нашего роста. Интересно, вот может кто-то слышал, в Японии есть вещь, которая называется кинцуги. Слышали такое? Кинцуги. Кинцуги означает просто золотая заплатка. То есть, когда что-то бьется керамическое в Японии, какой-то там сосуд или чашка, то они не просто ее выбрасывают. В Японии считается, что сломанные предметы, видите, вот, их нужно не выбрасывать, их нужно реставрировать. И более того, они берут специальную смолу дерева, перемешивают с золотой пылью и делают вот такие специальные склеенные заплатки на этих сосудах. И интересно, что философия тут очень простая. Поломки и трещины являются неотъемлемой частью самого объекта. Поэтому их не надо маскировать, их не надо, о них не надо забывать. Но благодаря этому несовершенству достигается совершенство. Благодаря вот тому, что приходится собирать, склеивать, да, вещь приобретает свою уникальность. И вот после этого искусства золотых заплаток, да, искусства золотого шва, то, что у нее сделано, вещи считаются, вот, это не какая-то штамповка, похожая на все, а это вещь со своей историей, вещь со своим опытом, да, и эта вещь ценится даже больше. Она особенная вещь, да. Но это, наверное, как вот бывает у нас с вами в жизни, да, бывает вот такая чашка, она уже не новая, там уже тоже ручка, ты ее там подклеил, и все-все. У тебя столько бывало связанного с этой чашкой. Точно так же у них кинцуги, вот это искусство. Вы знаете, это очень напоминает нашу жизнь. У каждого из нас есть свой определенный опыт. У нас есть прошлое. И в этом прошлом есть боль. И в этом прошлом есть какие-то неудачи. И в этом прошлом есть вещи, которые мы не хотим помнить, может быть, нам хотелось бы, нам хотелось бы забыть. Но все это является частью нашей индивидуальности, индивидуальной нашей жизни. Можно жить в иллюзии, придумать себе маленький мирок и думать, что это и есть Божий мир. Отгородиться от большого мира и жить в своих иллюзиях по каким-то придуманным законам. И в христианстве очень много таких мирков. Много, когда люди что-то себе придумали, живут под каким-то маленьким куполом, в своем маленьком мирке, со своими придуманными правилами, со своими придуманными законами. Вот отгородили себя от большого Божьего мира. И все пытаются объяснить. Все пытаются объяснить. А все, что не могут объяснить, все выбрасывают. Вот это все не нужно. Это все... Как-то все внешнее. Конечно же, возникает вопрос, а не обманываю ли я сам себя, когда живу такой жизнью, в своем придуманном мире, по своим придуманным правилам, по своим придуманным законам. Может быть, нужно открыться. И когда мы открываемся для мира, мы понимаем в этом мире столько всего разбитого. Вы знаете, для меня в свое время была... Я на всю жизнь запомнил такой сюжет. У меня школьный друг. И вот как-то раз я запомнил, вот мы были в гостях у школьного друга, и его мама сказала, мама сказала такую вещь, говорит, «Знаете, если чашка упадет и разобьется, ее, конечно, можно склеить, но она никогда уже не будет такой, как новая чашка». И я почему-то на всю жизнь запомнил эти слова. Вот бывают такие слова, которые ты услышал в детстве, и ты их на всю жизнь запоминаешь. Я вот думал, да. Вот, конечно, разрушенное можно восстановить, но оно ведь все равно не будет, как новое. Новая чашка – это всегда новая чашка, а склеенная, разбитая чашка – это все-таки уже склеенная чашка, которая на вид никогда не будет похожа на новую. И поэтому, даже когда какие-то проблемы думаешь, лучше что-то новое начинать, чем разбираться со старым. Вот я когда в свое время услышал про это японское искусство золотой нити, кинцуги, когда они берут разбитое, разломанное, и не просто пытаются восстановить под новую чашку. Если есть трещина, она есть. Если была боль, она была боль. Какая-то была трагедия в твоей жизни, потеря, то ты никогда от этого не уйдешь. Ты понимаешь, что вот этот разлом, эта трещина, эта боль, этот шрам, он у тебя на всю жизнь теперь останется, и он будет с тобой, и не будет вот лоб, как он был, до того, как ты его разбил, или еще что-то такое. Он не будет, что-то там останется. Может быть, не так, конечно, заметно, как в первые дни, но все равно, уже все. Этот уже бракованный мальчик, надо новенького уже, со свеженьким, ненабитым лбом, да? Вот. И вот так вот часто мы меняем и людей в нашей жизни, и все меняем, да? Но если мы драгоценно и вдумываемся, что через все боли, через все сложности, через все трудности у нас есть уникальная с вами возможность не оставаться на своем уютненьком уровне, в своем уютненьком мирке, потому что, когда приходят сложности и трудности, они начинают, знаете, как бы разбивать мир. Вот детям понятно, кто в ад идет, а кто не в ад идет. А вы знаете, чем больше Богу служишь, тем менее понятно, а кто идет, а кто уже не идет. когда подросткам все понятно, папочка, папа, 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 ну, определенный уровень, но с годами ты понимаешь, что мир, он больше и сложнее. Можно, конечно, запереться в своей маленькой секте и всех сторонников собрать и жить такой счастливой, сектантской жизнью, да? Дьявола там гонять, еще что-то делать, чудеса творить там, исцелять всех ходить, жить в своем маленьком таком мирке, о котором, правда, дальше твоей секты никто и не знает особенно, об этих всех великих чудесах, да? Ну, как бы тебя это и не волнует, ты живешь в домике в своем, на своем уровне. Но Бог, знаете, посылает, когда вот этот мир начинает трескаться, когда многие вещи начинают рассыпаться, и иногда тебе кажется, вот, Бог, почему ты это допустил в жизни? А если бы Он не допустил, да ты бы так и остался. Мы вот недавно с Дианой говорили, что порой, говорят, вот ко многим драгоценным вещам в нашей жизни мы могли прийти, только пережив какую-то большую боль в жизни. Мы никогда бы это не поняли, никогда бы это не познали, если бы в нашей жизни что-то бы не произошло. И поэтому, с одной стороны, повторять вроде бы и не хотелось, а с другой стороны, так благодарны за каждую вот эту трещину, за каждую боль, потому что именно благодаря этому сформировалась наша индивидуальность. А в чем же Божья работа? А как раз Божья работа вот в том, чтобы давать нам эту золотую нить Божьей благодати, вот эту золотую, можно еще эти чашки показать? Золотую нить этой Божьей любви, которая словно вот берет разбитое, разломанное, казалось бы, негодное и склеивает. Не для того, чтобы максимально попытаться сделать как раньше. Это уже никогда не будет как раньше. Но это может быть не просто как раньше. Почему для нас как бы эталон, это то, с чего мы начали. Нет. Это будет не как раньше. Это будет драгоценнее. Это будет лучше. И мы, по сути, все являемся определенными вот такими сосудами с вами. Со своими. Мы не похожи друг на друга. У нас разный опыт. Но единая вот эта золотая нить Божьей благодати, которая все соединяет, все склеивает. И во многом несчастья, беды, склеенные, восстановленные Божьей любовью, и формирует нашу индивидуальность, нашу непохожесть, наш опыт. И ты понимаешь, что вот это главное познание, которое приходит к зрелым людям, оно уже не столько из библейских школ, из написанного слова, словно, а из слова, которое в жизни твоей происходит. Вот почему зрелые люди как раз в зрелом возрасте тебе открывается суть таких книг, как книга Иова или книга Экклезиаста. Потому что вот на этих уровнях подростки, дети, они просто берут эти книги и подгоняют под свои убеждения. Они не столько пытаются понять, что сказано Иовом или что сказано Экклезиастом, как им нужно подогнать эти неудобные библейские книги под свои понимания, под свое мышление они пытаются это подогнать. Здесь же ты постигаешь уже те откровения, которые пребывали у Иова, у Экклезиаста и у многих других героев, героев Библии. Поэтому, драгоценное, не переживайте, когда в жизни что-то идет не так. Не переживайте, когда что-то разваливается. Не переживайте, когда что-то трескается. Я, конечно, понимаю, легко говорить не переживайте. Мы все равно переживаем. Но я имею в виду не драматизируйтесь сильно. Потому что с Божьей помощью, с Божьей милостью и с Божьей любовью все можно не просто склеить и восстановить, но сделать лучше, ценнее и драгоценнее, чем это было в начале. Субтитры создавал DimaTorzok